Некоторые историки, отставные офицеры секретной службы США, утверждают, что помимо традиционных атрибутов власти, каждый американский президент, впервые вступающий на свой пост, получает для ознакомления специальный и, пожалуй, самый секретный в Америке документ. В администрации Белого дома этот документ именуется «Книгой тайны». Первая глава в этой книге раскрывает подробности о катастрофе неопознанно вылетающего объекта на военной базе «Розуэлл» в Нью-Мексико в 1947 году и о подобранных там мертвых инопланетянах. В той же главе представлена информация о сверхсекретном военном объекте под кодовым названием «Зона 51», где хранятся тела этих космических существ. Сразу по прочтению книги «Тайн» президенты торопятся посетить таинственную базу. Неужели все так? Этот неожиданный вопрос прозвучал на первой пресс-конференции 44-го президента США Барака Обамы в январе 2009 года. Его задал известный американский радиожурналист Майкл Смерконеж. Президент ответил черной шуткой. «Я бы рассказал, что написано в книге «Тайн», но тогда мне придется вас убить». Так что же на самом деле содержится в этом сверхсекретном документе? И какое отношение имеет Луна к загадке Розуэллского инцидента? Вопрос, над которым уже полвека бьются исследователи. Астронавты Армстронг и Олдрин, кроме лунного грунта, предъявили общественности лишь массу недомолвок. Но, видимо, у них была причина молчать. И прежде всего молчать о том, какова была истинная цель их высадки на поверхность спутника Земли. Остается только предполагать, что главный интерес вызывала именно обратная сторона Луны. Самое реалистичное предположение, что можно искать на обратной стороне Луны, заключается в вполне логичном представлении о том, что именно на этом месте может располагаться, причем абсолютно безнаказанная, абсолютно без какого-либо риска, любая база или город, или место, базирование, все, что угодно, не имеющее отношения к нашей цивилизации. С тех пор, как человек появился на Земле, Луна представляла для него самую сокровенную загадку. В древности люди считали спутник нашей планеты богиней-покровительницей ночи и поклонялись ей. С того времени человек узнал очень много о подлинной природе этого небесного тела. Диаметр Луны около 3500 километров, то есть меньше протяженности Соединенных Штатов от побережья до побережья. Вращается она вокруг Земли по эллиптической орбите в сочетании с другими движениями, на которые влияют как притяжение нашей планеты, так и притяжение Солнца. В зависимости от того, насколько близко Луна в своем перемещении по орбите подходит к нам, или насколько далеко удаляется, меняется уровень прибрежных вод морей и океанов, так называемые приливы и отливы. Это уже после изобретения телескопа, когда уже худо-бедно стали рассматривать объекты, открыли, что на Луне есть горы, долины. И вот стали говорить, что распускать такие легенды о том, что именно на той стороне Луны существуют какие-то существа, похожие на людей. Ну и, соответственно, фантазия людей XVIII-XVII века наделяла этих существ всевозможными сказочными свойствами. На самом деле мнение, что наш спутник обитаем, было широко распространено еще в глубокой древности. Предполагалось, что селениты, то есть жители Луны, ведут точно такой же образ жизни, как и земляне. А пифагорейцы утверждали, лунные растения гораздо красивее, а животные там в 15 раз крупнее наших. Древнегреческий философ Плутарх писал, «Как бы то ни было, но на Луне могут жить какие-нибудь существа». На Руси тоже считали Луну обитаемой. Причем, по мнению древних русичей, селениты – это никто иный, как сами земляне. Когда-то существовала легендарная цивилизация на русском севере, и называлась она Гиперборея. Гиперборейцы обладали уникальными технологиями, позволявшими им перемещаться по воздуху. И когда произошла страшная природная катастрофа глобального масштаба, а по другой версии простые жители Гипербореи погрязли в грехах и разврате, то некие всемогущие покровители цивилизации воспользовались этими чудесными летательными аппаратами и покинули Землю, оставив паству на суд разгневанной природы. Куда эти покровители могли направиться? Первое, что приходит на ум – на Луну, как на самый близкий от нашей планеты космический объект. Там они и обосновались. Ну, прежде всего, это у каждого народа свои были легенды и предания. Ну, было что-то исходное. То есть, были предания, что уставшие боги, причем это зародилось одновременно и у эллинов, потом у римлян, у китайцев, что уставшие боги надоели им люди, и они ушли, именно скрылись на Луне. А была и такая версия – разновидность греческих и римских мифов, что именно там обитают боги. Интересно, что с появлением телескопа подобные легенды продолжали жить, и авторами их зачастую были вполне серьезные ученые-мужи. В 1645 году чешский астроном Антамин Рейта, впервые применив оптику для наблюдения за спутником Земли, сообщил, что он якобы все-таки разглядел на Луне и животных, и людей, и растения. И только величайший астроном средневековой эпохи Пьер Гассенди уверял своих коллег, что на Луне нет условий для жизни, подобной земной. Но зато там наверняка обитает никто иной, как сам дьявол. Доказывали, вот почему там волк водит на Луну, почему так животные в полнолуние ведут себя, а почему ведьмы активизируют свою деятельность именно в полнолунии. Потому что Луна, это был представление средневекового человека, это некое вот страшное такое исчадие греха, скопище каких-то черных темных сил, вот который воздействует на человека. Еще один любопытный факт. В 1840 году директор Национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирал библиотеку византийских императоров в Старом дворце султанов и обнаружил там древний атлас, сделанный на коже газели и свернутый в трубку. Неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки, южный край американского континента и северный берег Антарктиды. Автора карты достаточно быстро определили. Это был никто иной, как знаменитый адмирал военного флота Атаманской империи и член географического общества султаната Пирирейс, живший в первой половине 16-го столетия. Но географические очертания континентов, изображенные на атласе, были явно из совсем другой эпохи. Рисовали Антарктиду такой, какой она была до покрытия ее льдом. Не только Антарктиду, но и в великолепной точностью отразили восточное побережье Южной Америки. То есть намного лучше, чем это сделал Магеллан столетиями спустя. Не так давно исследователи пришли к выводу, что уникальный атлас был просто срисован Пирирейсом с некоторых совсем древних исходных изображений южного полушария Земли. Время их появления неизвестно, но точно задолго до Рождества Христова. При этом, как выяснилось позже, нанести с такой точностью все береговые линии можно было только с большого расстояния от Земли. Например, с ближайшей опорной орбиты нашей планеты. Неужели карту рисовали из космоса? Чтобы проверить это предположение, исследователи создали трехмерный интерактивный глобус и начали его вращать на экране компьютерного монитора. И вдруг ученые обращают внимание. В определенном ракурсе очертания части южного полушария Земли в точности совпадают с картой Пирирейса. Дальнейшие вычисления шокировали исследователей. Так скопировать на бумагу берега Африки, Америки и Антарктиды можно только с поверхности Луны. Но кто и каким образом был способен это сделать? Неизвестно. Также непонятно, как эти, если так можно выразиться, карты Африки, Америки и Антарктиды из космоса были доставлены на Землю. В начале 70-х годов появилась еще одна сенсационная версия. Луна имеет искусственное происхождение. Это очень древний космический корабль, специально помещенный на околоземную орбиту высоко развитой звездной цивилизации. Под лунной корой, защитной оболочкой толщиной в десятки километров, якобы укрыта гигантская обитаемая полость, глубиной около 50 километров, где имеются атмосфера и различные технические устройства. Уже миллионы лет этот корабль рядом с Землей находится, что там проводятся различные исследования. Ну, понятно, это одна версия. Другая версия, что все-таки Луна – это природный объект, но просто его использовали инопланетяне, устроив там свою базу, чтобы им не мешали люди. Вернемся к тому драматическому эпизоду в июле 1969-го, когда астронавты Армстратранг и Олдрин собирали вокруг своего космического корабля лунный грунт и вдруг увидели нечто. Кристофер Крафт, в прошлом директор НАСА, после того, как оставил свой пост, передал группе исследователей весьма любопытную магнитную пленку. Это была аудиозапись сеанса связи с астронавтами, сделанная в Хьюстонском центре управления полетами именно во время лунной миссии Аполлона-11. Вот содержание одного фрагмента переговоров после расшифровки и перевода на русский язык. Астронавт Армстронг почти в панике сообщает с Луны. Это гигантские штуковины. Нет, 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 это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения. Центр в Хьюстоне. Что, черт возьми, у вас там происходит? Астронавт. Они здесь, под поверхностью. Центр в Хьюстоне. Кто это они? Астронавт. Я говорю, что здесь другие космические корабли цилиндрической формы. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Центр в Хьюстоне. Можете ли вы заснять что-нибудь? Астронавт. У нас больше нет пленки под рукой. Центр в Хьюстоне. Восстановите контроль. Они перед вами? Астронавт. Они приземлились здесь. Они здесь. И они наблюдают за нами. Далее пошли шумы, что свидетельствуют о потере сигнала и прекращении связи. Можно считать эту пленку фальсификацией. Но эксперты провели тщательную проверку записи и вынесли вердикт. Все голоса точно соответствуют указанным в расшифровке людям. Из всего этого сеанса связи сразу можно выделить фразу о космических кораблях цилиндрической формы. Это было самое необычное сообщение, которое повергло в шок специалистов Центра управления полетами. Эта фраза, естественно, убедительно говорит о том, что люди приземлились едва ли не на чужом космодроме, где кишит жизнь. Я не только допускаю, я убежден, что, безусловно, очень много непонятного, очень много аномального бросалось в глаза и американцам, и операторам наших луноходов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Естественно, что инцидент, произошедший с Армстронгом и Олдрином на Луне, был засекречен. В то же время к спутнику Земли стали готовить новые экспедиции. Было официально объявлено, что на Луну отправятся Аполлоны с порядковыми номерами 18, 19 и 20. Причем космические корабли с огромными ракетами-носителями «Сатурн» для них были уже готовы. Экипажи укомплектованы, и новые места посадок на Луне выбраны. И вдруг вся американская лунная программа, в которую правительство США вложило 25 миллиардов долларов, внезапно остановилась без каких-либо убедительных объяснений. Подготовленные для этого пять огромных ракет-носителей были демонтированы. Также внезапно прекратились и советские исследовательские проекты. Однако в прессу стала просачиваться невероятная информация. Некий американский военный летчик Уильям Роклич, в 1990 году переехавший в Руанду, заявил, что никакой остановки лунного проекта не было. Полеты продолжились, и корабли под номерами 18, 19 и 20 все-таки осуществляли посадку на Луну. Но эти экспедиции строго засекретили. Более того, Роклич утверждал, что сам он был астронавтом на борту 20-го Аполлона. По рассказу этого засекреченного астронавта, на Луне нашли космический корабль внеземного происхождения, изготовленный полтора миллиарда лет тому назад. Объект потряс людей своими гигантскими размерами. Почти пять километров в длину. Корабль имел сигарообразную форму. Возле него были обнаружены странные полуразрушенные конструкции, которые космонавты назвали городом. В самом онопланетном аппарате члены Аполлона-20 обнаружили следы неизвестных органических растений, а также тела двух гуманоидных существ. Причем одно из них женского пола. На лице и руках женщины были странные устройства, напоминающие портативные приборы навигации. Любопытно, что после сотен миллионов лет тела пришельцев хорошо сохранились, словно их подвергли бальзамированию. Образцы тканей и конструкции корабля были отправлены на Землю. Бывший работник НАСА Кэн Джонстон, работавший в лунной программе «Аполлон», в результате исследований также подтвердил. На Луне есть города. НАСА знает, что астронавты обнаружили эти древние поселения, а также неизвестные машины с передовыми технологиями, которые способны управлять гравитацией. Но космическое агентство приказало закрыть информацию, и он был вынужден долгое время молчать. Но почему вдруг более чем сенсационное открытие, сделанное астронавтами на Луне, попали под гриф «секретно»? И не просто, а совершенно секретно. Если действительно происходили какие-то встречи с какими-то хотя бы объектами, безусловно, человечество надо подготовить к этому. И подготовить непросто. Это не пропагандистская машина, которая за один день, даже за год заработает. Тут действительно нужны десятилетия, чтобы понять, как это преподнести человечеству. И подготовка человечества к тому, что на Луне есть что-то необычное, уже идет. Вот что сообщила официальная пресса 21 марта 1996 года. На брифинге в Национальном пресс-клубе Вашингтона ученые и инженеры НАСА, участвовавшие в программах изучения Луны и Марса, сообщили о результатах обработки полученной информации. Было объявлено о существовании искусственных структур и объектов техногенного характера на Луне. Так, в районе кратера Тихо обнаружено специфическое городское строение, накрытое прозрачным куполом. Купол выполнен из материала, похожего на стеклопластик или хрусталь. И имеет странную особенность. Он сияет изнутри голубым светом. Кроме этого, исследователи подняли архив и нашли старые публикации об изучении естественного спутника Земли. Например, такую. В 1967 году американские спутники сделали фотографии Луны в районе кратера Укерта, находящегося в центральном заливе Синус-Медиа. Фотообъектив запечатлел гигантский, высотой 11 километров холм с несколькими башнями, поднимающимися над поверхностью Луны. Можно предположить, что башни сделаны из горного хрусталя или породы кварцевого состава. Эта порода распространена на Луне так же широко, как и на Земле. На Луне, наверное, как кто-то живет. То есть там есть базы, которые нам известны, которые, может быть, находятся в каком-то зависимости от нас или хотя бы наблюдаются нами. Недаром же сотрудники НАСА недавно еще раз сообщили, что скорее Луна повернется к нам обратной стороной, чем мы расскажем вам хоть какую-то новую информацию про Луну. Не дождетесь типа. И еще. После закрытия лунной программы долго молчавший Вернер фон Браун, конструктор немецких, а впоследствии и американских ракет, заявил. На Луне есть силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить. Я не имею права говорить о подробностях. Скажу лишь, что математику не обмануть. Фон Браун имел в виду силы, изменившие траекторию одной из его лунных ракет. Может, от того предупреждения Барака Обамы, то тогда мне придется вас убить, звучит совсем нешуточно. И связано в первую очередь это с тем, что происходит на Луне. Не зря даже древние египтяне называли Луну великим оком Ра, следящим за нами. И все-таки большинство информационных сообщений из разных и не всегда достоверных источников, а также слухи и легенды о таинственных внеземных базах на обратной стороне Луны пока еще не доказаны. И они не могут быть доказаны или опровергнуты, пока мы не возобновим космические экспедиции. Конечно, новый полет на Луну не станет гарантией того, что вся информация будет раскрыта. Тем не менее, будем ждать и верить, что контакт все же произойдет. В 800 километрах от побережья Тихого океана на территории современного Перу находится высокогорное плато Наска. Тысячи лет по этим засушливым местам проходили путешественники, племена аборигенов, испанские завоеватели и золотоискатели. И никто не знал, что с высоты птичьего полета открывается фантастическая картина, недоступная зрителям с Земли. Для кого предназначалась эта таинственная галерея? И галерея ли это? Вполне возможно, что рисунки и узоры на плато Наска – это некие навигационные знаки или географические маркеры. По мнению известного немецкого исследователя Эриха Деникина, странные фигуры, начертанные на Земле, говорят о том, что нашу планету когда-то посещали инопланетяне. Это событие и увидели местные аборигены несколько тысяч лет назад. И потом пытались запечатлеть в своем творчестве летательные аппараты и образы пришельца. Здесь уместно вспомнить древнее предание инков, в котором говорится о некоем золотом корабле, прибывшем с далеких звезд. В предании есть такие строки. Кораблем командовала женщина по имени Арияна. Ей суждено было стать проматерью земной расы. Арияна родила 70 земных детей, а затем вернулась к звездам. Хорошо известный среди специалистов антропологический журнал МЭН не так давно опубликовал любопытную статью, где говорится, что анализ мышечных тканей, взятых у мумий, захороненных древними инками, показал, что ДНК у них сильно отличалась от ДНК современного местного населения. Действительно, у доисторических аборигенов была обнаружена группа крови редчайшей комбинации. В наше время такой состав крови известен лишь у двух-трех человек во всем мире. Не является ли это неким намеком на то, что древние инки могли совместно проживать с некими загадочными пришельцами и воспроизводить от этих пришельцев потомство? Еще одна сенсационная находка не дает покоя исследователям уже более полутора сотен лет. Она была сделана в 1849 году в Египте. На стенах храма в Абидосе археологи обнаружили загадочные иероглифы. Это даже не иероглифы, а чертежи каких-то странных механизмов. Во многих из них четко проглядываются очертания боевых летательных аппаратов и бронетехники. Споры вокруг этих загадочных рисунков идут до сих пор. Ведь не могли древние египтяне создавать технику, подобную которой художники эпохи фараонов изображали в храме. Равно как и древние инки не обладали технологиями создания сверхзвуковых летательных аппаратов. Отсюда можно сделать только один вопрос, что вот те, кто принесли эти технологии, что технологии пришли извне. Мы, ну, теоретически можно допустить, что следы этих технологий уходят как бы к той самой планете Фаэтона. Впервые мысли о возможном существовании Фаэтона возникло у создателя небесной механики Иоганна Кеплера. Он обратил внимание на некое пустое место между Марсом и Юпитером, то есть свободную орбиту. И в 1596 году предположил, что там может находиться какая-то еще неоткрытая планета. В 1766 году немецкий астроном Иоанн Тициус, искавший гармонию в расположении небесных тел, установил числовую закономерность в расстоянии планет от Солнца. Согласно этой закономерности, между орбитами Марса и Юпитера должен быть крупный планетарный объект, который не указан ни в одном из известных атласов звездного неба. Ученые начали искать. Впоследствии был открыт так называемый пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Соответственно, возникло предположение, что мы имеем дело в данном случае с остатками погибшей планеты, взорвавшейся, скажем. Действительно, между орбитами планеты Марс и планеты Юпитер сосредоточено огромное количество небольших космических тел, которые вращаются вокруг Солнца. Известный немецкий астроном Генрих Вильгельм Хольберс еще в начале 19-го столетия выдвинул предположение, что там в древности находилась целая планета. Но из-за удара ужасающей силы извне или от удара изнутри планета взорвалась. Однако после себя она оставила своеобразное наследие, чем и являются малые космические тела в виде астероидов. Однако далеко не все исследователи соглашаются с подобной гипотезой. Как-то не тянет на то, что если эти камни все вместе собрать, планета получится. То есть, если был там какой-то взрыв, который привел к гибели планеты, находившейся там, то этот взрыв должен был адским, который должен был затронуть все планеты без исключения. То есть погибла бы вся Солнечная система. Тогда выходит, что пояс астероидов это не куски разорванной когда-то планеты Фаэтон. Конечно, гипотезы европейских астрономов можно посчитать заблуждением, ошибками в вычислениях и прочими субъективными факторами. Но что тогда делать с более древними свидетельствами? Дело в том, что наиболее удаленные от Солнца планеты были известны еще древним шумерам. То есть задолго до официального открытия астрономами Средневековья близких и дальних объектов. И об этом красноречиво говорят тексты на глиняных табличках, расшифрованные американским востоковедом Закарией Ситчином. Возраст табличек оценивается в 6 тысяч лет. Но как раз там и есть сведения о таинственной планете Фаэтон, которая вращалась вокруг нашего светила между орбитами Марса и Юпитера, более тщательная расшифровка шумерских аэробликов позволила предположить, что упоминаемый Фаэтон взорвался. И взрыв этот был спровоцирован страшной космической катастрофой. При этом, при всем, земля наша подверглась какому-то, конечно, воздействию, но она уцелела. Она не стала крутиться в другую сторону, не потеряла атмосферы. Жизнь на ней продолжала развиваться. Да, Земля не сместилась со своей орбиты, не перевернулась и не разрушилась. Но будет ли корректно утверждать, что действительно была некая планета Фаэтон, затем она разлетелась на куски, и последствия этого катаклизма сотворили что-то с нашей планетой? Известно, что около 60 миллионов лет тому назад на Земле произошла страшная катастрофа. Она повлекла за собой вымирание динозавров и других представителей фауны того периода времени. Эпоха вымирания длилась почти 200 лет. Это сопровождалось сметающими все на свете смерчами, которые безустанно кружились по поверхности Земли. Есть и документальные подтверждения скоротечности того драматического события. Они присутствуют в осадочных породах океанических отложений, которые были сформированы в это время. Ученые предполагают, что причиной катастрофы стал астероид, имеющий поперечное сечение диаметром около 10 километров. Он с огромной силой врезался в Землю, и в результате чудовищного взрыва в атмосферу поднялись миллионы кубических метров образовавшейся пыли. Огромная туча этой пыли на несколько лет закрыла Солнцу доступ к земной поверхности. В результате внезапно наступившей тьмы прервался процесс фотосинтеза. Вслед за фауной стала гибнуть флора. Как следствие, все крупные животные вымерли. Но все это произошло 60 с лишним миллионов лет назад. А первые упоминания о планете Фаэтон появляются гораздо позже. И не только появляются, но и фиксируются в устном фольклоре и письменных документах доисторической эпохи. Значит, взрыв Фаэтона, если он был, видели разумные обитатели нашей планеты. То есть наши с вами предки. Видели и, возможно, переживали его последствия. Но какие? А что такое мифология? Мифология – это сакральная память, защищенная некими вот такими религиозными законами, которые запрещают... Один из мифов Древней Греции гласит. Был у бога солнца Гелиуса сын по имени Фаэтон. Родила его Климена, дочь Марсму проехать по небу в золотой колеснице. Гелиус пришел в ужас. Безумный, чего ты просишь? Сам великий Зевс не может править ею. Но Фаэтон ничего не хотел слушать, только молил отца исполнить его просьбу. Наконец Гелиус сдался. Фаэтон вскочил на колесницу. И кони помчали, и выпустил от страха вузжи. Почувствовав свободу, еще быстрее понеслись кони. То взобьются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над землей. И тогда пламя от огненной колесницы охватило нашу планету. Загорелись города, вспыхнул лес, вскипела вода в морях и реках. От жары стала трескаться земная твердь, и огонь проник даже в мрачное царство Аида. И воскликнула тогда Гея, богиня земли, обращаясь к Зевсу. О величайший из богов! Неужели должна я погибнуть? Неужели должно погибнуть царство брата твоего Посейдона? Неужели должно погибнуть все живое? Неужели все вернется в первобытный хаос? Спаси от огня то, что еще осталось! Зевс услышал мольбу Геи, грозно взмахнул рукой, метнул молнию в огненных коней и уничтожил Фаэтона вместе с колесницей. Ее осколки были разбросаны по всему небу. В глубокой скорби бог солнца Гелиус закрыл свой лик и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь от пожара освещал землю. И вот для тушения этого пожара Зевс вылил на землю большое количество воды, из-за чего возник всемирный потоп, приведший к массовой гибели людей. Ну, дальше из легенды мы знаем, что осталось всего два человека из живых. Здесь, разумеется, очень много пересечений с легендами о всемирном потопе других народов, с библейским всемирным потопом. Как известно, ни одна из легенд не рождается на пустом месте. И миф об огненной колеснице появился, скорее всего, после падения на землю крупного небесного тела. Возможно, это был метеорит, который вызвал массовые разрушения и пожары на обширной территории. Возможно, комета с длинным огненным шлейфом. Но не исключено, что это был осколок погибшей планеты. Той, что по расчетам астрономов и согласно шумерским текстам находилась на орбите между Марсом и Юпитером. Но если эту третью версию принять как основную, то возникает вопрос. Кто мог определить, что это был осколок погибшей планеты? И кто дал ей имя? Фаэтон. Ведь не могло оно спонтанно возникнуть в древнегреческой мифологии. А может, это имя пришло с самого Фаэтона? Действительно, есть версия, что эта планета была обитаема, причем разумными существами, по облику и интеллекту сродни землянам. Только уровень цивилизации на Фаэтоне был гораздо выше нашего уровня. Вполне вероятно, что там были знакомы с наукой воздухоплавания и обладали средствами для перемещения в космическом пространстве. Однако в какой-то момент на Фаэтоне что-то произошло. Возможно, война. Возможно, природная катастрофа. И тогда фаэтоняне стали покидать свою гибнущую планету и перебираться в другие места. Ну, если теоретически допустить, что обитатели вот этой планеты Фаэтон действительно разумные обитатели, обладали определенным технологическим уровнем, можно, конечно, допустить, что в случае предполагаемой катастрофы этой планеты, да, некая их часть могла, в общем-то, эмигрировать, скажем так. И в частности, речь идет о том, что почему бы не допустить, что они могли эмигрировать на Землю, да? Если идти дальше по этой версии, то можно предположить, что место выбора убежища не было спонтанным. Обитатели планеты Фаэтон, скорее всего, знали о Земле, о ее атмосфере, гидросфере, климате и животном мире. Знали они и о людях. И, возможно, были с ними в контакте. Не со всеми, естественно, а с избранными. Возможно, что с потомками древних инков. И тогда получается, что рисунки на плато Наска в современном Перу это самые настоящие навигационные знаки для космических кораблей фаэтонян. Коллеги немецкого исследователя Эриха Деникина, того самого, который первый предположил, что Наска – это космодром, считают, что пришельцы с Фаэтона еще задолго до бегства со своей гибнущей планеты посещали Землю. Некоторые даже поселились на ней. Чтобы не привлекать к себе внимания, они стали жить по обычаям индейцев, уделив последних своими знаниями астрономии и прочих наук. Кстати, данное предположение вполне подтверждают апогрифические книги Еноха, где есть некое упоминание о посланниках с неба, спустившихся на Землю с определенной миссией. Интерпретация как ангельские существа, называемые стражами, которые передали женам человеческим некие технологии, там про это буквально пишется, там список приводится, что конкретно передали, там ремесленное искусство, искусство обработки металлов, ну массу всего, даже искусство утравления плода в частности. Более того, эти стражи вошли в физический контакт с женщинами и, собственно, от них и пошли вот эти вот расы гигантов, которая была впоследствии уничтожена Вселенским потопом. При этом фаэтоняне не выглядели как классические пришельцы, рисуемые воображением писателей-фантастов. Вероятно, они практически ничем не отличались от нас из-за того, что условия жизни на Фаэтоне соответствовали условиям нашей планеты. То есть резкого диссонанса между разумными обитателями Земли и гостями из космоса не наблюдалось. По данным некоторых астрономов, на осколках фаэтона, а ныне планетах Карликах, Церере и Палладе, до сих пор присутствует кислород и главная его производная – вода. Это значит, что фаэтон действительно мог оказаться заселен думающими существами, гораздо более древними, чем земляне. Теоретически, жизнь, похожая на земную, могла возникнуть на многих планетах Солнечной системы в разные периоды ее существования. Например, благоприятный период для возникновения жизни на Марсе был, как принято считать, многие миллионы лет назад. А теперь о самом главном. Что же все-таки произошло с фаэтоном? Каковы были причины гибели планеты? Есть несколько версий. Первая говорит о том, что фаэтон разрушился под действием гравитационных полей более массивных космических тел. Планета оказалась на пути какого-то сверхплотного объекта, падавшего на Солнце. Орбита фаэтона начала рывками вытягиваться в сторону Юпитера, и все закончилось глобальной катастрофой. Вторая версия не имеет ничего общего с глобальными катаклизмами в Солнечной системе. Некоторые исследователи считают, что фаэтон погиб в результате вулканической активности. Или всему виной стала центробежная сила, которая разорвала планету из-за слишком быстрого вращения вокруг своей оси. Есть даже версия, что фаэтон просто наткнулся на собственный спутник. Но больше всего исследователи склоняются к предположению, что планета погибла в результате экологической катастрофы. Или ядерной войны. Или того и другого одновременно. Межэтнический и межконфессиональный распри достигли такого накала, что спровоцировали вселенскую бойню. В ход было пущено самое страшное оружие. Взрывы атомных бомб подняли над твердью и океанами черную радиоактивную тучу. А ударные волны стали раскалывать планету на куски. И когда фаэтоняне поняли, что это конец, они стали спасаться бегством на своих звездолетах. И единственным убежищем для них стала Земля. Правда, достичь ее удалось немногим. Разумеется, версия о когда-то обитаемой планете фаэтон очень красивая. Мало того, она очень назидательна, очень поучительна для тех людей, которые думают, что их действия экологические, военные и другие безумные действия на нашей планете могут быть безнаказанными. То есть, если была какая-то планета, похожая на Землю, и эта планета исчезла, это лишний повод, я бы сказал, даже совсем не лишний повод заботиться о последней оставшейся планете в нашей Солнечной системе. В 1976 году в Устье Ангары на палеолитической стоянке древних людей археологи обнаружили бивень мамонта. Уникальность находки была в том, что на бивне красовался вырезанный кем-то узор. Изображение представляло из себя спиралисточек. Позже ученые установили, что находке около 30 тысяч лет. А в 1984 году в горах Ингушетии был обнаружен тайник жреца. Кроме посоха и других вещей, там была еще табличка из платины с таким же точно узором, как на бивне мамонта. Что это? Почему такая удивительная схожесть изображений на совершенно разных артефактах, найденных в совершенно разных местах? Изотерики предположили, что предназначение таинственных спиралей не что иное, как послание. Но как расшифровать его? Ни один из специалистов области криптографии не смог этого сделать. И тогда исследователи попробовали прочитать узор с помощью языка золотых пропорций. И вот какой удивительный текст был получен в результате расшифровки. Мы прилетели с пятой планеты на третью. Скорость 32 километра в секунду. Если таблички около 30 тысяч лет, значит и гости у нас появились тогда же. То есть сразу после потопа. Следовательно, новое человечество было создано пришельцами с пятой планеты. А пятой планетой древние греки называли Фаэтон. Каждый день человек сталкивается с необычными явлениями природы. Некоторые опасны, другие красивы так, что захватывает дух, третьи редкие и оттого еще более загадочные. Что такое шаровая молния? Удивительно, но никто до сих пор не может дать точный и обстоятельный ответ. Даже простые линейные молнии низвергающиеся из черных грозовых облаков не до конца изученное явление. Шаровые же. Истинная загадка даже при нынешнем уровне развития науки. Шаровая молния это загадочное явление, которое будоражило и продолжает будоражить умы людей разных. Но постоянные знания на эту тему всегда было очень трудно распределить, получить, обработать и так далее. Это самое обычное явление. Они пока таинственны, пока их не поздно. Ну вот полтергейст, возьмем, что более таинственное. Мифы и легенды древности представляли шаровую молнию в самых разных обличьях, но чаще всего в виде монстров с огненными глазами. Первые документальные свидетельства об этом явлении восходят еще к временам Римской империи, а в русской летописи оно впервые упоминается в 1663 году. В один из монастырей пришел донос от Папа Иванища из села Новые Ерги, в котором сообщалось, что огонь на землю падал по многим дворам, и на путях, и по хоромам, и люди от него бегали, а он катился за ними, но никого не ожег, а потом поднялся вверх в облака. Многочисленные очевидцы по-разному описывают шаровую молнию. Яркий светящийся шар, не связанный с каким-либо источником электроэнергии, перемещается как горизонтально, так и хаотично. В редких случаях молния прилипает, например, к проводам и движется вдоль них. Наредко шар попадает в закрытое помещение через щель меньше своего диаметра. исчезает молния так же странно, как и появляется. Может взорваться, а может просто погаснуть. Еще одна загадка ее в том, что, представляя собой некую газообразную субстанцию, молния не смешивается с окружающей атмосферой, а имеет довольно четкую границу шара. Шаровую молнию, кажется, здесь надо рассматривать в нескольких вариантах. Это все-таки именно и как геофизический процесс, более хорошо изученный в новосибирские профессор Дмитриев очень долго занимался изучением шаровых молний, тем более, что шаровые молнии бывают разные. Бывают низкоэнергетические шаровые молнии, которые, грубо говоря, не излучают такой страшный большой потенциал и не взрываются. Низкоэнергетические шаровые молнии часто возникают в зонах очень сильных тектонических разломов. То есть вот та энергия, которая идет из нет земли, она определенным образом скапливается и в виде таких шаровых структур начинает Мы можем строить любые догадки, и серьезные, и не очень. Но все же, что такое шаровая молния? А может быть, кто? Непостижимая тайна природы или посланница высших сил? В Библии неоднократно встречаются описания загадочного явления, предельно похожего на шаровую молнию. В книге «Исход» говорится, что когда еврейский народ выходил из Египта, на протяжении всего пути его сопровождал столб огня и дыма. Но Библия не самый древний источник, в котором можно найти свидетельство шаровой молнии. Есть летописи и устные сказания, которые с самых незапамятных времен хранят истории о таинственных огненных шарах. В Таджикистане есть загадочный курган, сложенный из округлых камней. Местные жители из поколения в поколение передают легенду об огненном подземном царстве и живущих там злых духах. Иногда эти духи возникают на вершине кургана в виде горящих шаров, окруженных черным сиянием и запахом серы. Описаниями встреч шаровой молнии пестрят заголовки газет и журналов в самых разных уголках нашей планеты. Реальные и вполне правдоподобные свидетельства полны невероятных загадок. Я работала как раз в клубе очень поздно домой ходила. Ну, пока есть молодежь, пока туда-сюда. И вот иду с клуба дважды видела такую как вам сказать как свеча вот. Вот есть или иголка или как свеча или вот такая вот висит. И вот я иду она перемещается перемещается и вот как от котельной и пошла в сторону Саратов. Это место на границе Волгоградской и Саратовской областей испокон веков пользуется дурной славой. Медведицкая гряда как будто притягивает к себе шаровые молнии и возможно даже порождает их. Как они появляются? Что в себе таят? Эпицентр урочище Синяя гора. Здесь зафиксированы сотни фактов, когда шаровые молнии возникали не только в грозу, но и в спокойную погоду в любое время суток без всяких видимых на то причин. Внезапно появившись, огненные шары часами летают по одному и тому же маршруту по направлению к границе Саратовской области и выжигают дыры или причудливые спирали в стоящих на их пути деревья. Там и с самими деревьями происходят какие-то непонятные аномалии. То есть сами деревья растут не как обычно прямые, а их выкручивают каким-то образом. Вообще место очень интересное с точки зрения геофизики. Те приборные исследования, которые там проводились, показывают, что именно в этом месте очень повышен электромагнитный фон. С чем это связано, непонятно. Следы загадочных огненных шаров присутствуют в урочище повсюду. Например, странные выжженные рисунки среди густой травы. А еще здесь почти нет насекомых и ни одной птицы над синей горой. Местные жители утверждают, что шаровые молнии иногда разгуливают и по деревням, как у себя дома. Это было после обеда. Я легла отдохнуть, смотрела на стену и вдруг увидела вдоль этой стены двигался заячика и на пятно круглое от фонарика. Я не испугалась, я захотела его потрогать. Я подтянула к стене руку и резко отдернула ее, потому что что-то закрохотало. Я спряталась под одеялом. Преодолев страх, Ульяна подошла к окну и увидела пожар. Это горел дом напротив. Шаровая молния выбрала себе другую жертву. И рядом с домом стояли два столба деревянных и их верх был превращен в щепки. Люди отовсюду бежали и кричали и бежали с водой. Как свидетельствуют очевидцы, огненные шары движутся со скоростью пешехода в полуметре или чуть выше от земли. По ожогам на деревьях даже можно определить размер шара. Самая большая молния была в диаметре почти два метра. Вот представьте себе вот такая вот может быть чуть побольше шаровая молния примерно такого диаметра пролетает здесь. Естественно она может быть даже не лавирует может быть она не пытается пролететь между деревьями как летела так и летит то есть пролетает как говорят как горячий нож сквозь масло пролетает мимо деревьев объедая их со всех сторон деревья как огрызки от яблок остаются стоять шаровая молния улетает куда-то там вдаль по своим делам мне непонятным молнии могут лететь против ветра и зависать над предметами также интересно что одна и та же шаровая молния сжигала деревья на своем пути однако людей либо обходила либо проходя сквозь них не причиняла никакого вреда здоровью один из таких случаев был зафиксирован в местной больнице там наблюдалась пациентка сквозь которую пролетела шаровая молния женщина защищала от огненного шара своего ребенка получилось так что молния несколько раз прошла и сквозь нее и сквозь мальчика пострадавших в шоковом состоянии доставили в больницу но как оказалось их здоровью не было нанесено никакого вреда случаи конечно есть такие когда описываются что и молния человека преследовала и буквально гонялась за ним не только там по квартире а и в чистом поле преследовали эти шаровые молнии у нас наподобие как раз случая произошел в Красновишевском заповеднике в Пермском крае когда лесничий пытался тоже от шаровой молнии убежать непонятно почему происходило что там может у него там или железо на нем было или какие-то палки были действительно какая-то непонятная биологическая вот эта вот связь которая притягивает эти объекты спасся он только после того когда сумел забежать старушку в итоге молния в стекло ударила взорвалась там осколками то есть случаи такие есть но почему это происходит это пока еще загадка конечно жители деревень расположенных вокруг Медведицкой гряды часто вспоминают трагическую историю которая приключилась здесь лет 15 назад в холодный сырой ноябрьский день пастух Юрий Мамаев перегоняя оттару овец присел передохнуть на охапку сена его напарник отлучился буквально по его словам на секунду и когда оглянулся то заметил что вместо человека как он выразился сидел черный манекен не подавал признаки жизни вызвали скорую помощь ну в такую глушь скорая помощь я думаю что самое раннее приехало часа через 4 и даже несмотря на то что было холодно тело положили на носилки и по словам врачей носилки задымились то есть оно еще было горячим изнутри вскрытие показало что ожог шел изнутри тела одежда на жертве оказалась абсолютно неповрежденной что убило пастуха медэксперты так и не смогли объяснить интересно что детали этого происшествия странным образом напоминают другие трагические события осенью 1924 года ОГПУ расследовало три случая самовозгорания людей в Москве объединенных в дело о самозапальных один из них произошел в новом пролетарском театре Луны во время репетиции загорелся и погиб актер дело о самозапальных контролировал заведующий специальным отделением ОГПУ Глеб Бокий но ни ученым ни чекистам так и не удалось раскрыть эту тайну спонтанное самовозгорание людей феномен часто описываемый как паранормальное явление в результате которого человек может воспламениться за последний век таким страшным образом погибли несколько сот человек пламя могло начать пожирать свою жертву и в закрытом доме и на свежем воздухе и за рулем автомобиля и даже за штурвалом корабля и как правило если горело тело то одежда оставалась нетронутой мистика наваждение или еще одно зловещее свойство шаровых молний здесь на медведицкой гряде другого объяснения внезапной гибели пастуха Юрия Мамаева искать не приходится возможно в тот роковой момент он решил отдохнуть как раз на том месте где веками проходил маршрут следования шаровых молний может поэтому место это с древних времен носит зловещее название чертова логова конечно тут грешили и на черта и на дьявола и на все что угодно поскольку само место в общем давно пользуется дурной репутацией и это блудное место сюда ночью местные жители вообще стараются не соваться и когда случайно или не случайно здесь работы заканчиваются за полночь то говорят как не стараются борозду на вот этом поле никак не могут проложить по прямой линии то есть ночью эта линия кажется прямой а при свете дня выясняется что оказывается кружили на пустом месте а дальше расположены невысокие холмы местные жители сторонятся этих мест их пугают странные подземные ходы непонятного происхождения даже специалисты говорят что на обычные пещеры они совсем не похожи возможно преграду в виде холма шаровая молния может преодолевать под землей буквально прожигая ход в нужном для нее направлении ни на сантиметр не отклоняясь от своего маршрута это еще одно фантастическое свойство шаровой молнии вот очень хорошо видно старые стенки которые слегка обожжены хотя материал стенок настолько хрупкий что кажется пещера должна обвалиться но что-то держит стенки пещеры кроме самого материала то есть по предположению геологов стенки предварительно были обожжены для того чтобы обжечь стены этой пещеры необходима температура которую достигают в доменных печах в ноябре 1975 года в журнале наука и жизнь была опубликована статья о шаровой молнии к статье прилагались письма читателей с подробными рассказами и свидетельствами встреч с загадочными огненными шарами к одному из писем была приложена фотография оконного стекла с круглым отверстием которое оставила после себя шаровая молния края отверстия оплавлены и в то же время известны случаи когда шаровая молния проникала в салон самолета не нарушая герметизации все эти невероятные рассказы пугают настораживают удивляют но никак не дают ответа на нужный нам вопрос что же такое шаровая молния и почему именно здесь на медведицкой грядей их так много возможно здесь они зарождаются и именно отсюда как из осиного гнезда начинаются их зловещие путешествия а может это даже и не шаровые молнии а еще более загадочные плазмоиды то есть сгустки ионизированного газа и магнитного поля за последние 20 лет в этом районе работало несколько десятков экспедиций несмотря на тщательные исследования никто не может дать научных объяснений происходящему ясно одно огненные шары и тоннели как-то связаны между собой но какая сила управляет молниями или плазмоидами пока неизвестно возможно тайна медведицкой гряды скрыта еще глубже под землей в этом месте очень повышен электромагнитный фон с чем это связано непонятно может быть там действительно есть какие-то разломы может быть там есть залежи каких-то железнорубных пород которые сами по себе уже являются определенным генератором то есть они притягивают такую энергию фактически как огромные магниты но чаще всего на нашей практике вот именно явления связанные с какими-то шаровыми молниями с такими светящимися объектами вот ими шарообразными которые нельзя назвать летающими тарелками возникают именно в зоне тектонических разломов то есть все-таки я считаю что в первую очередь это геофизический процесс и уже во вторую очередь аномалий так вот эти шаровые молнии или плазмоиды вероятно выходят из глубин почвы то есть скорее всего за их генерацию могут быть ответственны те же самые геологические разломы некоторые исследователи склоняются к одной из самых невероятных и в то же время похожих на правду гипотез наша планета является живым существом частью большого космического организма для молнии отводится одна из самых важных ролей выполнять функцию нервной системы быть частью нейронной сети это каналы связи между отдельными частями единого организма более быстрых и эффективных способов передачи информации как с помощью грозовых разрядов молний у земли просто нет или они нам неизвестны может быть здесь кроется отгадка конечно эта версия не выдерживает никакой критики со стороны классической науки однако гипотеза о том что молния это часть живого организма не кажется такой уж фантастической когда слушаешь рассказы очевидца это произошло в 58-м году команда альпинистов во главе с Владимиром Ковуненко участвовала в восхождении спортсмены вышли на гребень разбили лагерь для ночлега совсем близко подошел грозовой фронт короче говоря погода нас не баловала и мы остались ночевать где-то никаких предчувствий не было ничего не было все нормально я проснулся наверное я не помню не то что не помню просто не знаю не то в 2 не то в 3 где-то ночью проснулся и увидел размер теннисного мячика такой фосфорический шарик конечно я удивился сначала я даже не понял насколько это все реально нереально ну а потом этот шарик начал контачить непосредственно с нами с кого он начал трудно я думаю что он начал все-таки с Коли Иванова интересно что перед тем как начать атаку незваный гость облетел палатку по периметру потом начал останавливаться возле каждого альпиниста как бы изучая лежащих в спальных мешках людей через каких-то несколько мгновений внутри шаровой молнии что-то затрещало изменился цвет оболочка заискрилась как будто ее что-то сильно рассердило и в тот же момент шар начал атаковать альпинистов он окучил нас всех но мне больше всех досталось это в общем-то мне всегда достается прилично у меня 8 контактов прямых с этим ну потом мы узнали что это шаровая молния так толком мы и не знали что происходит значит контакт это ожоги четвертой степени с последующей пересадкой и все эти ожоги ну довольно-таки по площади большие у Башкирова Володи было 6 контактов у Зыбина 6 или 5 а вот Коля Иванов который лежал на моем месте у него было 3 контакта один из них солнечное сплетение сколько он гулял в палатке и никакой конечно очередности не было все вот эти контакты были хаотичные то меня то там то там раздавались всякие и что происходит никто не знал трудно объяснить подобное явление можно посчитать это галлюцинациями больным воображением возникшим под воздействием сильного стресса страха например одна из множества гипотез говорит что шаровая молния действует повеление некоего высшего разума или сама является высшим разумом на самом деле вот какие-то самоорганизующиеся явления в средах обычных наших тоже бывает и вот скорее все-таки шаровая молния это тоже самоорганизующие есть ли влияние разумных каких-то мыслящих сущностей на ее формирование не знаю вот кто попадет или нет под эту молнию конкретная мыслящая сущность здесь наверняка все связано а вот сам генезис вот можно ли сказать что кто-то сидит там волшебник и генерирует их не знаю но и не исключаю официальная наука скептически относится к подобного рода версиям непосредственно практики которые исследуют явления в лабораториях НИИ и искусственно создают шаровую молнию отрицают возможность того что огненный шар часть живого организма природная шаровая молния которую мы наблюдаем в природе она вот может жить не как наша до секунды а там десятки секунд даже минуты но и там в принципе вот этот заряд который у нее есть он может создавать мощные электрические поля хотя мы не знаем как человек себя в этих полях ведет в мощных очень сильных полях но вот в частности может быть и такое что ему кажется что это живое существо по какому пути поведет нас загадка шаровой молнии пока на этот вопрос никто не может ответить в то же время на планете земля в разных ее точках каждую секунду летают от трех до семи шаровых молний и никто не может сказать в чью форточку они готовы проникнуть с минуты на минуту и чем закончится встреча с этим таинственным явлением почти ежедневно в урочище синие гора в Волгоградской области появляются новые дыры в стволах деревьев и новые обугленные следы на полянах вокруг медведицкой гряды здесь уже давно привыкли к подобным аномальным явлениям но чувство тревоги все равно не покидает обитателей этих мест и каждый из здешних жителей в душе надеется что коварный огненный шар обойдет его стороной